Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Приперлись сюда с оружием путинские наемники и боевики. Но что-то у них пошло не так. И они не смогли убивать женщин и детей, потому что в ССУ им руки укоротили. В буквальном смысле слова. Итак, друзья мои, что у нас происходит на фронте? Давайте отвлечемся немножко от Бавовны в Калуге, в Санкт-Петербурге и так далее. И вернемся в Мариуполе, да, Бавовна была в Бердянске. Была, была, да. И вернемся на землю грешную к потере, потому что Бавовна это с воздуха идет. А потери они на земле у расистов. И линия фронта. Линия фронта стабильна. Каких-то продвижений, ну я имею ввиду больших, я не беру 100, 200, 300 метров в ту, в другую сторону. Нет, нет, к сожалению, нет у нас и нет и не будет у них. Идут бои, скажем так, локальные, местного значения, но от этого не менее кровавые. Но в любом случае, скажем так, что как-то подвинуть линию фронта возможности в настоящий момент не видно. Поэтому, ну, что ж, расистам, как говорится, это не помеха. Когда они шлют, Путин шлет на убой своих чмобиков, чмобики гинут сотнями. Ну, окей, хорошо, это их судьба, они слушают Путина, они приуперлись в Украину с оружием. Ну, а что они ожидали, так и будет. Вот, за вчерашний день, яркий пример. 700 путерастов, 700 скрипозавров и ватопитеков было отправлено на концерт Кобзона. Послушать там Лексу Жириновского. Хотя, в принципе, зачем услышать Лексу Жириновского, если не у Кобзона. Лучше тогда уже подорожник-колбот это приляпать. И все сразу пройдет, да. Все беды, все хвори пройдут. Да, 700 штук за вчерашний день, 369 160 с начала войны. Ну, не слабо, не слабо. За вчерашний же день было уничтожено 5 танков даршинских. Всего 6065 по танкам хочется отдельно рассказать. Я вчера говорил, рассказывал о том, что среди этих танков только задокументированных, только те, которых снять успели, 100 штук новеньких вот этих Т-90. На самом деле, конечно, гораздо больше. Но вчера было еще интересное видео. И я пока его, я что-то его позабыл снять и прицепить себе. Но интересно, посмотрел видео, я думаю, многие из вас видели. Как обычный Брэдли из 25-миллиметровой пушки, расхринявший вот этот Т-90 в хлам. А, правда, было два Брэдли, да. Они не использовали ПТРК, не использовали ничего. Тупо из 25-миллиметровой пушки сделали из него кучу железа. Представляете, чтобы вы понимали. Ну, танк-то и Брэдли, ну, по броне и по вооружению, они немножечко разные, да. Что вы думаете? И они к нему подъехали с двух сторон, пока он там начал свои башни крутить, и они его кончили. Вот так вот. Так что, этот Т-90... А, кстати, я видел тоже интересное видео было. Такая же история была в Мариуполе, когда там сражался наш гарнизон. У них был... По-моему, у них был четвертый БТР. БТР-4, да. И они из него то же самое в хлам разнесли Т-72. Ну, чтобы вы понимали, что такое, да. Пушка небольшого калибра, танк, небольшое расстояние в хлам. Да. Так что, ничего удивительного. 15 бронемашин за сегодняшний день. Всего 11269. И 18 артиллерийских систем. Рашисты пытаются их сейчас как-то прятать, оттягивая от линии фронта, боятся наших дронов. Видите, им это мало что дает. Все равно, каждый день большие потери по артиллерии. Самоходные, несамоходные. 8728 с начала войны. И с начала нападения России на Украину. И 4 средства ПВО. Было укандропублино различных. Это большие, тяжелые вещи. 646 с начала российско-фашистского вторжения. Самолеты, вертолеты. Там предыдущие цифры 329-324. А вот беспилотники 12 штук. За вчерашний день. Сегодня еще будут цифры отдельно. 6 848 с начала войны. Что еще интересно было. Было разбито 20 грузовиков путинских. 11 632 отрабатываем в логистику, как полагается. И 6 единиц спецтехники. Это РЭБы, радиостанции. Сами прекрасно знаете. 1345 с начала войны. Интересно, какую-то там разбили радиостанцию. Точнее, систему, которая связывает между собой РЭБы. И заставляет их работать на расстоянии 100 километров. Как бы в унисон. Все вместе. Вот какая-то система супер-пупер продвинутая. Которую они должны были принимать на вооружении в 25-м году. В 25-м. Поставлена была в экспериментальном плане. Сейчас, в 24-м. В начале 24-го. Приехала на фронт. 3 минуты. Ее нет. Все. Делайте следующую. Может и 25-го года сделать. А может и нет. Это не точно. Все будет Украина. Продолжение следует.